Этот крупный мир спасает только доброта. Сегодня волонтеры, проявляющие заботу о природе, помогают своим экоосознанным поведениям и людям, которые в этом нуждаются. В образовательном экоцентре, открывшемся на базе Щелковской юношеской библиотеки на Талсинской 4А, подвели итоги экологической деятельности за год. Сегодня она неразрывно связана с благотворительностью. Так, волонтеры, которые принимают участие в проекте «Добрый пластик», помогли нашей землячке Ксении Катаной. Подопечный фонда помощи «География добра». Чудесную новость в преддверии Нового года девочке, нуждающейся в новой легкой и мобильной коляске, принес сам Дедушка Мороз. Забор закрыт. Ура! Настоящие помощники Деда Мороза, которые помогли сотворить чудо для девочки и ее семьи, совсем не сказочные персонажи. Волонтерские отряды, их руководители и активистов, занимающиеся экопросветительской деятельностью в нашем округе, наградили грамотами Московского областного регионального отделения Партии «Единая Россия» и Фонда помощи «География добра», а также вручили скворечники от партнерского фонда. Скворечники развешиваются в школах, парках Подмосковья, дарятся волонтерам или школьникам-волонтерам за их волонтерские заслуги, экологические. Проект «Добрый скворечник», как и «Добрый пластик» направлен на благотворительные цели. Такие инициативы находят большой отклик в нашем городском округе. Сегодня грандиозное событие. Для городского округа Щелково наш фонд, совместно с Комитетом культуры, преподдерживающим Комитетом по образованию и депутатов Московской областной думы, организовал экологический фестиваль, в котором были подведены итоги наших мероприятий на экологическую и социальную тему. За этот год мы закрыли сбор для троих детей. Сегодня это Ксения Котаной. Мы очень рады, что городской округ Щелково является предвеком в Московской области по сбору пластика и макулатуры для социальных целей. И практически все школы и учебные заведения участвуют в нашем проекте. Я год назад познакомилась с Юрием чуть больше. И когда мы первый раз собирали в нашем парке, в парке Щелково крышки, я вообще сначала не поверила, что это может кому-то помочь. Когда я увидела сегодняшние результаты, оно доказало, что у нас в преддверии Нового года маленькой крышкой можно творить чудеса и великое добро. Сбор для Ксюши удалось закрыть всего за 4 месяца. Это показатель того, как много вокруг нас неравнодушных людей, которые любят нашу планету и всегда готовы откликнуться на просьбу из жителей о помощи. Эмоции нас, конечно, переполняют. Мы заключили договор с фондом 23 августа. И нам казалось, что все только начинается. Оно так все быстро закончилось. Но несмотря на то, что это были каких-то 4 месяца, почти 4 месяца, но мы приобрели не только закрытие фонда, мы еще приобрели очень много друзей, которыми мы дорожим, которыми мы рады их всегда видеть. Всем огромное спасибо. Всем здоровья, счастья. Присоединиться к добрым делам, помогать экологии людям может каждый. Двери экоцентра, где научат превращать пластик в добро и многому другому открыты для всех.